Бременские музыканты — это знаковое произведение для нашей культуры. Кто не согласен, ну, дизлайк, отписка и отрежьте свои колокольчики. А со всеми согласными мы сейчас произведем музыкальное вскрытие этих песен, то есть погрузимся внутрь них с точки зрения теории музыки, композиции и аранжировки. Так как получать удовольствие от хорошей музыки можно не только таким традиционным путем, слушая ее, исполняя и радуясь тому, что она есть, но и путем таким чуть более музыкально-интеллектуально-задротским, наверное, оказавшись внутри, все оглядев, измерив, взвесив и снова по-другому кайфануть от того, как восхитительно работает композитора Геннадия Гладкова и поэта Юрия Энтина. Это вот тандем, который сотворил просто неприлично много восхитительных песен для фильмов, мультфильмов. И каждый раз, когда мы получаем удовольствие от этой музыки, нам стоит перенаправлять часть «Лучей добра» туда вот. Геннадий Гладков и Юрий Энтин, спасибо вам большое за счастливое детство нескольких поколений на русскоговорящей территории. Ну и давайте приступим к музыке. Есть авторское право, принадлежащее автору произведения, то есть именно на саму музыкальную мысль, мелодию, гармонию и на слова. Есть право на конкретную аудиозапись. Так вот, чтобы не посягать на авторские права тех, кому принадлежит изначальная оригинальная аудиозапись, мы не будем ее использовать. Я ее перевоссоздал, сам переиграл все инструменты, старался делать это один в один. Ребята на патронском стриме видели, сколько пота и крови пролито для того, чтобы этой цели добиться. Я старался именно не что-либо осовременить или улучшить, а воссоздать то, что сделал Геннадий, чтобы именно его работу разобрать. Именно это я считаю в данном случае интересным. И прибегаю ко всем этим материалам в рамках свободного использования в научных, информационных и учебных целях согласно статье 1274 Гражданского кодекса РФ. Это видео в свободном доступе, оно не продается. И если вы хотите мне финансово благодарность свою обозначить, то это только добровольно, там по ссылкам, которые вы, если хотите, то обязательно найдете. Итак, начинается мультфильм со взбалмошного барабанного фила. Дальше идет суперизвестная песенка бременских музыкантов. Ее знают все, поэтому мы не будем слушать целиком. Сразу приступим к делу. И дело вот в чем. Смотрите вот на это. Это текст. Геннадий Гладков практически всегда писал, насколько мы знаем из интервью, музыку на готовые стихи Энтина. И вот, представляете, вам дают вот эти вот три четверостишия, и вам нужно сделать из этого не какую-то бардовскую зарисовочку у костра, а песню, можно сказать, что эстрадную по тем временам. И вот мы посмотрим, как это сделано. Песня, как мы видим по аккордам, располагается в самой лучезарной тональности мира до мажор, при этом риф вступительный. Здесь мы видим, помимо ноты до, которые никаких вопросов, ноту си бемоль и ноту ми бемоль. Как мы знаем, гамма до мажор — это вот так, и в ней у нас си вообще не бемоль, и ми вообще не бемоль. А ноты си бемоль и ми бемоль, они у нас из гаммы до минор. Вот, си бемоль, ми бемоль. Когда поверх мажора играется минор, особенно пентатоника, в которую входят вот эти три ноты, это такая блюз-роковая история. Что здесь неудивительно, поскольку Геннадий сам говорит, что прообразом временских музыкантов отчасти музыкально, как минимум, для него были Битлз. И здесь очень интересное сочетание такой совершенно советской песни с американским таким рифом. Надо понимать, что по тем временам электрогитара, играющая пентатонику, даже без перегруза вообще, это уже было безумно роково. И мажорный куплет. Ритм стиха максимально прямой. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету, тем, кто дружим, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Что с этим происходит в мелодии? Поначалу, именно так мелодия себя и ведет, начинается в сильную долю, и в каждую долю у нас слог. Ничего на свете лучше нету. Но здесь сразу же мы видим небольшой распев. Нету. И пусть кто-то после этого скажет, что нету слова нету. И во второй строчке свету точно так же распевается. Таким образом, среди прямого ритма у нас уже закрался небольшой мотивный такой хук. Распев. На рифмующихся словах все замечательно. Кроме того, здесь элемент происходит такой регармонизации, потому что и там, и там у нас вверху нота соль. И первый раз это соль на ми миноре. А второй раз это соль на соль мажоре семерки. Но в третьей строчке у нас не происходит точно так же. Тем, кто дружен, не страшны тревоги. Здесь меняется ритм. Тем, кто дружен, не страшны тревоги. Другая ритмическая структура была у нас. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А здесь у нас тан-та-та-тан-та-та-та-та-тан. И акценты эти, то есть растянутые ноты, совпадают с ударными слогами слов и с важными для смысла. Словами, что для традиционной песни, конечно, не для кальянного рэпа, более важно. Тем, кто дружен, не страшны тревоги. И здесь снова тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. То есть как у стиха есть схема рифмы А-Б-А-Б, А-А-Б-Б, А-Б-Б-А. Какая строчка, с какой рифмуется. Также у ритма есть в данном случае своеобразная ритма-рифма. Какая строчка, с какой по ритму совпадает. В данном случае у нас идет А-А-Б-А. И в этом уже мы наблюдаем своеобразную такую работу с формой, с золотым сечением. В конце вот этот распев, который был Здесь у нас роги. За дороги дороги. Отдельный респект Юрию Энтину. И, собственно, у нас закончилось четверостише. И как дальше Геннадий развивает форму? Сначала идет повтор. Повтор в последней строчке казалось бы обыкновенная вещь, но мы привыкли немного к другим повторам. В эстрадной музыке, как правило, просто толдычаться одно и то же много раз в конце припева, попытка повысить градус хуковости какой-либо фразы или строчки. А в какой-нибудь костровой, бардовской, романсовой песне у нас закончилось четверостишее, и последние две строчки повторяются снова, чтобы все, кто только что эту песню услышал, уже могли подпеть. Здесь же у нас происходит изменение ритма. Вот у нас какие были нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. А здесь? Нам любые дороги дороги. Вот это начало рисунка. Там любые. Это начало ритмического рисунка Б. Тем, кто дружен. То есть продолжается ритмическое развитие. Цикл не замкнулся. А, А, Б, А. И здесь начинается ритмическая структура Б. И затем из нее как бы вытекает то, что дальше происходит. До этого у нас был смысл такой. Быстро-быстро-быстро-быстро-медленно. Быстро-быстро-быстро-быстро-медленно. А здесь у нас, как только мы перешли на медленно, на вот это пение ноты в каждую, наверное, в данном случае это четверть. И дальше целый такт у нас пения в каждую четверть. Там любые дороги дороги. Здесь ритмическая структура переворачивается. До этого у нас были мелкие ноты и иногда крупные. Здесь наоборот. Все ноты крупные, иногда мелкие. И строчка получилась в два раза длиннее по времени. И за счет этого массовое развитие. Подключаются другие голоса. Здесь более гимновое это становится. Там любые дороги дороги. И наоборот. Роги. Роги. Дороги у нас какие были. Роги. Роги. Нисходящий мотив по гамме. А здесь она тоже самая. Нисходящий мотив по гамме, только здесь наоборот быстрый. Роги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. И здесь снова. Та-да-да. Развитие этого мотива. И. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Е-е-е. Е-е-е. И довольно внезапно эта часть заканчивается. С драматургическим акцентом на том, что у нас поет, по-моему, осел. Ла-ла-ла-ла. Да, осел, бас и заимствованный аккорд. Е-е-е-е. Е-е-е. То есть до этого у нас по гармонии все вот прям по тональности до мажор. Прям супер все комфортно. Вообще. И вдруг посреди самого главного хода вторая, пятая, первая, которым здесь видим субдоминанта, доминанта, тоника. Субдоминанта, доминанта, тоника. Субдоминанта, доминанта, тоника. И вдруг субдоминанта. И вот перед доминантой у нас идет заимствованный аккорд. По идее здесь в таком же духе, если продолжать, было бы ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ле-е-е-е-е-е-е. А здесь у нас вставляется сначала вписывающийся в эту ноту ре си бемоль Этот си бемоль, заимствованный, про это есть отдельное видео Это как раз из серии вот этого рифа Который после этого, собственно, и начинается Таким вот образом из одного четверостишия Геннадий, по сути, собрал полноценный эскиз песни У нас есть рифачок Хорошая такая разделительная полоса между куплетами Потом сначала четверостишия используется как куплет А затем, по большому счету, конструируется припев из грамотного видоизмененного повтора И основанного на этом повторе вокализа Ла-ла-ла-ла-ла-ла Вы представляете, казалось бы, такая простейшая мажорненькая песенка распевная А насколько она по форме внутри, этот алмазик, какой он, ну, блин, какой он, ну, порядочный Само собой, Геннадий Гладков вряд ли писал это так, как мы сейчас постфактум вскрываем Типа он сидел, думал, вот возьму-ка я ритмический рисунок ААБА, потом возьму развитие мотива Вероятнее всего он, как любой профессиональный талантливый дядька, действовал по ощущениям, как ему подсказывала интуиция Использовал фоном какие-то знания, которые у него, безусловно, были И в итоге приходил к красивым, классным формам, которые, если вот так рассмотреть, можно увидеть, насколько они здорово организованы Вообще, когда мы чем-то занимаемся профессионально и давно, мы очень малую часть осознаем того, что мы делаем И большая часть происходит в подсознании, где уже огромное количество опыта, знаний и всяческих вкусовых ощущений Второй куплет абсолютно идентичный, только слова меняются И третий куплет тоже сначала все повторяет, но потом происходит интересная вещь Здесь у нас идет снова вот этот типа припев И вот здесь Должно быть Но эта часть ЕЕ, она вот отодвинута И здесь вставлено небольшое расширение Было А здесь у нас Мы снова пришли вот к этой ноте ре и к этому аккорду Только таким чуть более развитым, витиеватым путем Посредством такой секвенции Вот эта часть И здесь Это просто на ступень выше все это поется Гармонически у нас было И на тон выше Здесь ля мажор у нас появился Это точно такой же ход 2-я, 5-я, 1-я, только на другой ступени Разрешающиеся не 2-я, 5-я, 1-я, а соответственно выше 3-я, 6-я, 2-я То есть это ля мажор Должен прийти дальше в ре минор, но заменяется та же функция субдоминантная фа мажор И снова По идее секвенция мелодии это вещь простейшая Но я вот так на вскид не могу вспомнить, где бы она применялась бы именно так То есть получается, что до этого нам скармливали сокращенную версию вокализа И в качестве развития в последнем куплете она разворачивается И мы получаем уже неидентичные 3 куплета А здесь есть такой выход куда-то Дальше идет часть, которая вряд ли уже можно назвать частью этой песни Потому что это под того, что в мультике происходит Бременские музыканты подъезжают к городу И здесь вот как только песня заканчивается и начинается инструментал Геннадий Гладков превращается И он нередко это делает в саундтреках сразу же в артрокера В таком достаточно мультипликационном контексте и в минималистичной аранжировке Это не бросается в глаза Но на самом деле здесь происходит дичь По идее то, что здесь происходит в мелодии Это соль бемоль мажор Си бемоль минор Но в басу звучит не то В басу звучит все время на терцию ниже Гитара играет там ми бемоль мажор Получается Что-то типа полиаккорда А второй аккорд с басом соль вообще Вот такая вот авангардная история Дальше ре минор конкретно в басу Это ясный ре минор А труба при этом играет Здесь явно пытался Геннадий создать какую-то особенную такую краску Может быть типа нарочито играя Вроде бы не то Но тем не менее здесь явно прослеживается музыкальная мысль И особенно у него нравится чисто ритмическое развитие вот этого мотива Вот здесь это особенно в пьяной роли интересно его видеть Вот эта вот повторяющаяся структура Но сильная доля смещается Сначала акценты были Ну и тут я пытался пичбендом как-то воссоздать Труба в оригинале очень пьяно играет Нарочито плавающий строй Дальше пробежимся по аранжировке Здесь все довольно просто Барабаны, бас и ритм гитара Играют вот прям максимально просто Какие-то иногда в басу есть проходы Ну незначительные от ноты к ноте Ритм гитары просто обозначает там гармошку Барабаны постоянно один и тот же рисунок То есть единственный элемент аранжировки В котором что-либо здесь происходит Это лид гитара Мы можем посмотреть на то Как она взаимодействует с мелодией голоса Бирюзовый это голос Бардовый, бардовый это гитара Ничего на свете лучше нету Чем бродить друзьям по белу свету Тем, кто дружен Не страшны тревоги Здесь у нас в октаву повтор мелодии голос Не страшны тревоги Нам любые дороги дороги Нам любые дороги дороги А вот здесь голосов становится два Нам любые дороги дороги Нам любые дороги дороги И гитара приятна Та-та-та-та-та-та-та И вот в этом, в этой части На каждую долю мы видим голоса Вместе с гитарой образуют Грамотненький такой аккорд в широком расположении Такие гитарные партии, конечно, выдают Геннадия Гладкова Как не рокера А грамотного все-таки музыканта Потому что рокеры придумывают гитарные партии С точки зрения того, сыграют классный лик А не с точки зрения того, блин, получилось бы у меня с голосами красивая гармония Здесь идет то же самое И, по-моему, вариации у нас идут в третьем куплете Здесь подключаются в оригинале больше голосов Там они в унисон в основном поют И у гитары меняется Здесь снова происходит то же самое Вот здесь, вот здесь И вот здесь гитара и вокал образуют трезвучие Только широко, красиво раскинутые Наша крыша, небо голубое Наше счастье жить такой судьбою Вот эта фраза там в оригинале у гитариста Что-то на записи не получилось Можете послушать, похихикать Хотя, ну, ему респект Я вообще с одного дубля никогда ничего не играю И домой, да ж Саша, ну прекрати И брелись Да, что такое Наше счастье жить такой судьбою Наше счастье жить такой судьбою Если он дублирует Иногда в интервалы Ни разу, кстати, не видел, чтобы кто-то живьём пел под гитаркой эту песню И не профукал вот здесь ля-мажор Я сам этот ля-мажор заметил, вот когда начал подбирать А это важно! Дальше у нас без музыки Просто такой саунд-дизайн Хотя всё сделано музыкальными инструментами Но в это я не вникал Дальше у нас инструментальный идёт фрагмент Бременских музыкантов встречают в городе И снова идёт, в общем, такой арт-рок 70-х Здесь достаточно интересно Ритмический рисунок барабанов точно такой же, что был в песенке Только здесь раза в полтора быстрее Гармонически у нас миксолидийская здесь идёт такая роковая история Когда тоника мажорная и потом аккорд на тон ниже Очень часто это применяется в играх, в саундтреках, в каких-то фанфарах Здесь небольшой форшлаг с фа-ноля в фа-мажоре Такой характерный форшлаг И вот с этой секундой И с этой секунды ми бемоль получается уже семёрка Что его уже несколько усложняет Потому что и эта ступень тоже в изначальный фа-мажор не входит То есть у нас идёт мажорная тоника Потом заимствованный аккорд посложнее А потом он становится семёркой И в следующем такте ещё труба начинает фигачить Вот такой вот тритоновый рисунок Ещё и по лидийской ноте Это у нас код То есть код позиционируется явно как фри-джазмин Здесь мы наоборот от фа-мажора уходим не вниз, а на тон вверх Здесь у нас сохраняется событийная драматургия Гитара играет фразу и странный аккорд Труба чё-то мутная играет Опять гитара играет, играет И даже странный аккорд, но более возвышающийся И опять труба Там скрипочки Рояль Опять скрипочки Причём труба, смотрите, что творит У нас соль-мажор А труба играет Что она там себе позволяет? Давайте заглянем в трубу Заглянем в трубу Она играет конкретный си-мажор Поверх соль-мажора У нас получается Если рассматривать этот аккорд с точки зрения соль-мажора То это соль-мейдж И ещё и пониженная шестая, наверное Но конкретно здесь видно, что это поли-аккорд Соль-мажор поверх си-мажора Потом идёт такое, в принципе, клише Геройская каденция Но здесь она задерживается Здесь опять же вот этот форшлаг Он здесь идёт как такой хучок Среди всех мелодических Здесь он Здесь А здесь Только здесь вот интересно Это гармонически У нас бас остаётся астинатный Органный пункт, простите До В басу до А аккорд Рэ бемоль А потом в следующий раз Наоборот То есть вот в этом маленьком 40-секундном фрагменте Небольшая арт-рок песня заключается Там дальше, к сожалению, обрывается запись Явно слышно, что куда-то она ещё должна была развиваться Но, видимо, там для монтажа мультика пришлось им как-то обрезать И мы видим на появлении короля Такая Это нам нужно для этого открыть орган Каденция Как правило, в таких местах Каденция звучит сначала с астинатным басом на пятой ступени Но здесь изначально астинатный бас так и висит тоника И поверх висящего постоянно баса на тонике происходит И дальше начинается у нас выступление бременских музыкантов С точки зрения гитары здесь просто минорное трезвучие Фа Ля Ре И потом минорное трезвучие на тон ниже То есть это ре минор Потом до минор Но, учитывая то, что происходит в басу В басу фа И этот ре минор превращается в фа шестёрку Труба играет, что там у нас? Труба играет на закате, закат играет на трубе То есть гармошка постоянно такая зациклена Мелодия чисто драматургически Начал-начал вниз, начал-начал вниз, начал-начал выше вверх И затем вот эта штука Закончили на фа шестёрке Гитара едет слайдом от девятой ступени к первой И вдруг труба сразу же играет фа диез Самое странное, что можно было сыграть поверх фа мажора шестёрки Это фа диез Я так понимаю, что это в честь того, что животная пирамида рушится Со всеми пирамидами рано или поздно это происходит Дальше у нас идёт песня о выступлении бременских музыкантов Насколько я понимаю, судя по тому, что трубы и голоса играют одно и то же Исполняют одно и то же Видимо, изначально это тоже была инструментальная композиция Поэтому в ней нет слов И, наверное, записали и решили, что как-то грустновато И за счёт голосов здесь, кстати, достаточно прикольно спели Если вникнуть Сама по себе это такая бодрая джазовенькая штука По гармонии На тонике шестёрка Это такой стандартный способ, как сделать мажорный аккорд чуть-чуть более джазовым, но не переусердствовать и не менять его функцию Сделать его шестёрочкой Про шестёрку на канале есть аккордопедический выпуск, неплохой из старых И здесь вот он становится как раз-таки семёркой Развитие идёт Обратите внимание, развитие чуть-чуть отложено Что достаточно типично для таких вот джазовых стандартов Ну, может быть, не так знакомо для современного слушателя Как у нас было бы устроено развитие в какой-то эстрадной композиции Тарам И потом А здесь как бы тема сначала повторяется Как будто бы идёт на полный повтор И вдруг септаккорд Здесь вот ми-бемоль-мажор И вверху мейджевая ступень, большая седьмая и шестая И это такая тоже характерная краска Тоже мажорный аккорд, а мелодия идёт с большой седьмой На шестёрочку В этом есть такой джазовый easy listening свет И потом это приходит на turnaround Turnaround — это такое на джазовом языке каденция Это обычно какие-то вот быстро проходящие аккордовые конструкции Которые завершают квадрат И зачастую они идут именно по смыслу вторая, пятая, первая По побочным доминантам Именно про такие ходы есть тоже видео Которое называется «Побочные доминанты» Там, если вас это интересует, очень интересно Эта гармония, опять же, когда её играешь вот так вот просто Она какая-то статичная Но за счёт ходячего баса она ходит Краткий экскурс в ходячий бас от Геннадия Голодкова На тонике ходячий бас начинает с тоники и идёт вниз Это достаточно типично Ходячий бас, в принципе, так устроен, что если вы начали с ноты, которая есть в аккорде То потом идите куда хотите Если пойдёте по гамме тональности или по пентатонике вокруг аккорда То всё будет хорошо Если пойдёте сложнее, там, хроматизм То тоже ходячий бас Просто это становится чуть более диссонантно Тут у нас, значит И вот здесь ощущение другого аккорда Потому что бас по другим ступеням идёт На фа-мажоре В басу у нас То есть идёт движение, как бы опять же, вторая-пятая Это мог бы быть до минор-семёрка Но нет всей этой суеты в гармонии В гармонии висит фа-мажор-семёрка А бас делает вот это вот джазовое движение Потом опять идея нисходящего баса идёт Только она идёт не А именно вот по пентатонике У нас фа-мажор-семёрка Идёт не так А так Во-первых, он не цепляет Вот эту ноту, которая, ну, фиговато в басу звучит на фа-мажор И проходит по пентачу И когда он снова приходит к тонику вот здесь Опять же, это звучит чуть более подвижно Потому что он Тоника, двойная доминанта, субдоминанта, доминанта, тоника Внутри одного аккорда Висит аккорд, как бы тоника Максимальное напряжение Субдоминантная нота в басу Доминантная нота в басу Бумс! И это происходит за один аккорд Вот здесь вот важно Когда у нас был си-бемоль нормальный Бас ходил Когда он стал семёркой Вот это был бы такой Не очень заметный для людей, которые не шарят Но очень постыдный фейл для нормального басиста Если бы он, когда в аккорде появилась седьмая малая ступень Он продолжил бы играть седьмую большую Здесь ход изменён Не стыдно, чтобы... Здесь я пытался сымитировать то, насколько криво Тутти играет вот этот вот оркестр Надеюсь, что получилось похоже Что здесь происходит с мелодией? Мелодию играют медь и голоса вместе Здесь происходит диалог низкого голоса и высоких голосов Такой классический вопрос-ответ А в следующем куплете они меняются местами Сначала заводят высокие А здесь я не вбил в миди басовый голос Он там идёт немножечко с басом Если вы прежде с теорией музыки не сталкивались Или, может быть, вы вообще не музыкант А просто любознательный человек, которого заинтересовала тема Вас, возможно, отталкивает или пугает количество вот всяких музыкальных терминов Которые вроде бы нужно понимать для того, чтобы следить за мыслью Я вам могу сказать, что Смотрите, поверьте Я применяю этих терминов гораздо меньше Поскольку сам я изначально самоучка Чем на моём месте применял бы любой там серьёзный педагог или профессор И, во-вторых, это контент всё-таки не просто развлекательный Который любой человек может смотреть по кайфу И думать, о, я всё понимаю в том, что сделал Геннадий Гладков Нет, это всё-таки канал для музыкантов Пусть и не для профессиональных То есть мы разбираем серьёзную работу Очень серьёзного дядьки Это невозможно делать, просто говоря Штука, фиговина или каждое место термина Произнося целые абзацы, каждый раз поясняющие, что это такое Откуда это взялось Термины нужны не для того, чтобы музыканты выпендривались перед немузыкантами Они нужны для того, чтобы серьёзно обсуждать Ёмко выражаясь о каких-то часто встречающихся и систематизированных музыке феноменах И если вам интересно в них во все вникнуть То канал существует уже там больше четырёх лет И практически обо всём, что я произношу Есть отдельные, зачастую очень подробные видео Там с кучей примеров из разной музыки Так что если вы прям хотите углубиться То милости просим подписаться там и смотреть Это у нас всё происходило на бодрое цирковое выступление бременских музыкантов И затем начинается очень прикольная композиция На которую я никогда не обращал внимания до этого Это такой стилистический компот Здесь есть элементы арабской музыки, вестерна и фламенко Которые перемешаны в каком-то одном таком коктейле Сначала такой унисекс Труба И сейчас вдруг арабская гармошка пошла И вдруг вестерн Модуляция Арабская И пошёл фламенко-ход И нарастание напряжения Ну и опять цирковая тема Давайте немножко в этой музыке поковыряемся За счёт чего эти эффекты создаются Такой классический басовый ход Сейчас так в современной эстрадной музыке не делают А тогда это было очень распространено Вот так по трезвучию Ре минор И вдруг После ре минора Ми бемоль мажор И это сразу же нас уводит куда-то в восточную музыку Аккорд из фригийского лада Заимствованный И вот здесь На один момент он сразу же сдаёт краску такую Из танца живота И вдруг Мы находимся в миноре И вдруг Мажор Дарийский аккорд Вот это движение С гитарой вместе Сразу же у нас создаёт ощущение Вот этого вот какого-то То ли пачка сигарет То ли вестерна Тут разные люди по-разному могут ощущать Можно подумать, что за счёт этого Произошла модуляция в ли мажор Но я ощущаю этот аккорд Как будто бы мы пришли к доминанте Чтобы снова прийти в ре минор И вдруг идёт замена Мы приходим в соль минор И сначала кажется, ощущается, что мы пришли просто из ре минора в субдоминанту А потом, когда мелодия ползёт И начинает цеплять Вот здесь вот она цепляет ре бемоль И мы понимаем Ну, наш слух, мозг понимает Что нет, мы в другой тональности Оказывается, это та же самая мелодия Только уже транспонированная в соль минор Произошла полноценная модуляция И гитара здесь помогает это понять чуть раньше Потому что она играет на терцию вниз И цепляет этот ре бемоль чуть-чуть пораньше То есть, если слушать сначала То большинство из вас, наверное, ощутят что-то подобное тому, что ощущаю я Что здесь происходит такое ощущение гармонического развития внутри тональности И так ощущается уход в субдоминанту А вот где-то здесь, когда начнут цепляться лишние ступени Возникнет ощущение типа Ой-ой-ой, что-то изменилось А, я в каком-то другом тональном центре плаваю Ощущение модуляции Попробуйте Арабское пошло Арабское здесь создается аналогичным способом От соль-минора, где мы уже теперь находимся Пониженная вторая, мажорный аккорд А вот потом снова соль-минор Это классическая фламенковая тема Это в зависимости от тембрального оформления Может быть либо хит-дроуджек, либо гуп-стоп, либо вот такое фламенко Мне очень нравится это решение, как Гладков в одну композицию накидал вот этих вот красок Которые у нас, по крайней мере, ассоциируются вот с какой-то такой экзотической музыкой других народностей И затем Мы пришли в то, что сейчас в соль-миноре ощущается как доминанта И происходит развитие Это нужно смотреть вместе Происходит на доминанте увеличение напряжения С началом в басу ре И мы пришли в ноты Построили доминантный аккорд Еще даже не семерка Здесь у нас Вот у нас появилась седьмая ступень Теперь стал он семеркой Напряжение возросло И затем И что это такое? Если мы находимся в ре-мажоре семерки То эти ноты Это пониженная девятая И повышенная девятая Две самых таких, наверное, напряженных ступени Которые могут висеть на доминанте И при этом гитара сползает Играет вот такой аккорд И в самый последний момент у нас Звучит в басу ре И здесь Я не могу это зажать Не умею я так раскидывать пальцы А, вот Это вообще Фа диеза здесь нет Это получается Ре минор С пониженной девятой Этот аккорд вообще Крайне сложно встретить А здесь К нему создан приход То есть он является Пиковой точкой напряжения Обычно на доминанте делают Там все проще Что-то такое А здесь, вот видите Все как раз-то более изысканно И потом После этого Вдруг Мы переходим в завершение Представление Вот это вот Здесь брасы делают Такой приход в тонику А гитара делает И вместе Все как по учебничку Дальше принцесса Которая, насколько я понял По интервью Срисована По крайней мере В плане платья С жены Юрия Энтина Вот они делают Пирамиду И Так, дальше это все Рушится Это очень красивая штука Которую я с огромным трудом Снимал И при помощи В общем Сони Рыжковой У которой Абсолютный слух Для меня крайне трудно Разбирать Вот сложные аккорды Которые звучат Во всяких органах И пэдах Но я думаю Что процентов на 90 Здесь все правильно Как в оригинале Звучит Здесь Вообще Каждая нота Имеет смысл И это очень На самом деле Клевая штука Мелодия Сама по себе Такая Ну просто Красивая мелодия По идее Ничего такого Хитрого Такие мелодии Главное Исполнителю самому Хорошо профразировать Там Провибрировать И проакцентировать Но что происходит С гармошкой Просто потрясающие вещи Базовая гармонизация Беспрекрас Здесь была бы Примерно такая Красивые банальные ходы Здесь Все решено Офигительным Голосоведением Вот то что Вот играет орган Для первого аккорда Думэйдж 7 Взят вот так Очень красивое Обращение И оно Очень плавно Переходит В Фа мэйдж Потом Голоса Еще немножко Некоторые Сдвигаются вниз Мы получаем Такой вот Соль семерка И потом Вот эта фа Уходит вниз И потом У нас появляется В басу Соль И вот эта история До этого момента Офигительно И потом Разъезжаются Широко Обращения Идет развитие На субдоминанту И здесь вот На банальном месте Здесь что-то такое Интересное построено Соль До Ре Фа Ля Вот такой Доминантный аккорд Очень интересно Очень красиво Я его написал Как Соль 9 Сас 4 Ну Просто Красивый аккорд Какой-то И потом Он не разрешается В до мажор Должно быть А мы имеем Что-то типа Ми минора В басу Соль И вот здесь Интересный аккорд Такое хорошее Отклонение К сожалению Дальше Дальше опять Оно обрывается Непонятно Куда эта музыка Приходит Короче Я Сначала Люто страдал Пока эти ноты Подбирал А потом Лютейшее Кайфовал Когда Купался В их красотище И вот у нас Трубадуры Принцессы Ощутили Значит Искру Друг между Дружкой Народ Кайфанул Отец Батя Не кайфанул Всех Выбросили Это у нас Я так понимаю Что это Ре минор Но когда Мы играем Это С конкретно Обозначенным Басом Ре Звучит Слишком Мрачно Какой-то Хинкримзен Получается А если Без баса Не без Четкого Обозначения Внутри Какой Это Гармонии Происходит Мы Скорее Ощущаем Игру Интервалов И Хроматизмов Бременских Музыкантов Выгнали И у нас Короткая Звучит Тема Печальки Мы Слышим Расширение Вот этого Вокализа Из первой Веселой Песни Только здесь Оно Раза в два Медленнее Это штука За которую В отличие От просто Песен Я очень Люблю Работу С крупной Формой Там Всякие Мюзиклы Оперы Мультфильмы Что у тебя Большой Хронометраж И возможности Жонглировать Какими-то Вариациями Мотивами Реаранжировками Здесь Из самого Пикового Веселого Момента Первой Песни Мы Здесь Получили Реально Печальную Такую Историю А здесь Нету Форшлагов У нас там Были Форшлаги Морденты Точнее У нас Про Морденты Есть Видео А здесь Они Упрощены Чтобы Никакого Веселения В коем Случа Никакого Тлетворного Западного Веселия И Очень Прикольная Штука Когда Мы Приходим у нас звучит в органе такой вот аккорд. Если вместе все это сложить, у нас конкретный целотоновый аккорд, то есть аккорд, полностью состоящий из тонов, вылезающий из штанов. Его используют для того, чтобы создать то ощущение, которое у вас сейчас и создалось, какая-то загадочность, потерянность, непонятность, предвосхищение чего-то такого неясного. И здесь очень прикольно то, что аранжировка максимально минималистична, есть только бас и мелодия. И вот в этот момент у нас си бемоль и в басу. Давайте вот вместе их возьмем си бемоль и соль бемоль. Вот только эти две ноты у нас в песне есть. И не конфликтуя с ними, дорисовывается вокруг них целотоновый аккорд. Очень прикольно оно так видоизменяется. Дальше скрипочка играет, тоже по мотивам, которые она гоняла, когда принцессы и трубадурух друг друга горячо полюбили. И это плавно переходит в их совместную песню, которые я не прописал почему-то аккорды. Надо теперь писать. Пока я там в прошлом пишу аккорды, в настоящем призываю вас заметить, что вы смотрите это видео уже почти 50 минут. Значит, вероятно, оно вам нравится и интересно. Или, может быть, до такой степени я вас раздражаю, что вы не можете остановиться и продолжаете смотреть. В любом случае, все это можно отобразить в лайках или дизлайках, в комментариях. Можно отправить это видео друзьям, которым оно потенциально интересно. Или если вы прям совсем хардкорный и хотите меня поблагодарить, то по ссылкам в описании можно сделать это финансово. Смотрим дальше. Птичка в клетке томится, ей полет незнаком. Вот и я, словно птица, в замке я под замком. Встанет солнце над лесом, только не для меня. Ведь теперь без принцессы не прожить мне и дня. Что же это такое, что случилось со мной? В королевских покоях потеряла покой. Трехдольный двухчастный вальс. Он прикольно здесь начинается, что объясняет то, почему они транспонировали изначальную мелодию вот эту в другую тональность. Потому что вот когда висит у нас соль-бемоль-мажор превратился в соль-бемоль-целотон, он плавно выезжает в аккорд си-бемоль-семь и вот эти ноты во флейте, которые тоже входят вот в тот наш целотоновое чудовище. И постепенно, ну настолько плавно, насколько позволяли тогда технологии, в оригинале там переход довольно куцый, но по музыке он продуман очень хорошо. У принцессы тут достаточно такой, можно сказать, типичный дворянский вальсок. Кстати, за принцессу спела Зинаида моя. Спасибо ей большое за то, что хотя бы ее не пришлось петь мне. Птичка в клетке тромится, ей полет незнаком, вот и я словно птица. Здесь у нас первая фраза. Вот эта часть. Одинаковая в обоих вариациях. А концовка разная. Вниз. А потом. Вот и я словно птица, в замке я под замком. И флейточки играют проигрыш. Тоже максимальное количество всяких форшлагов, мордентов. Вот это очень характерно для этой музыки и для игры, в том числе на клавесине. Клавесин. Потом во втором куплете тоже больше этого всего в нем. Тоже я намучился с этим клавесином. Там в оригинале не слышно, что играет, что конкретно непонятно. И очень прикольно здесь сделан переход на часть трубадура. То есть у нас вот. То есть мы заканчиваем на. И дальше этот аккорд воспринимается не как первая ступень ми бемоль мажора, а как шестая ступень соль минора. И за счет него. Это прям такой коротенький кусочек интересный. И вот опять тот аккорд, который в одной из предыдущих композиций был у нас арабским. Но здесь он по-другому применяется и совершенно не по-арабски звучит. То есть в той композиции вот это аккордовое движение обыгрывалось такими вот проходами по гамме. И от него так таращит арабскими музонами. А здесь. И он совершенно другую краску приобрел. Опять же, проход не по каким-либо увеличенным секундам, которые сразу востоком попахивают. То есть это как будто бы тритоновая замена вообще была ре мажору. Здесь переход из этого ре мажора, который кажется доминантой в ми бемоль мажор, снова на девичью часть. Ну, любое полутоновое движение, оно, в общем, имеет смысл всегда. И здесь плюс у нас бас успевает взять си бемоль. И вот они вместе. В общем, переход от трубодура к принцессе обратно, он не такой, на мой взгляд, грамотный, как сюда. Но поскольку мы слышим уже знакомую тему, схватываем сразу же ее мотивчик, то он хорошо работает. В общем, я не вижу здесь никакой проблемы. И там вот, кстати, да, к вопросу о дороге дороге. В замке я под замком. Юрентин. Снова низкий поклон. Вообще, дальше, если доберемся, очень много там классных вещей, конечно, по тексту. И в завершение. Такой замес, можно сказать, да. В конце такой роковой песни, когда все фигачат, все партии вместе сочетаются и становится еще больше. Здесь это происходит, но в очень таком вот интеллигентном ворсирующем плане. Вот примерно эти ноты, я так понимаю, там в голосах. Здесь очень красивая, на самом деле. Даже если, знаете, нарисовать просто здесь линеечки по этим мотивам, будет очень красивая фигура. Здесь основной этот. Он повторяет. Потом она поет чаще, только начало этого мотива. А у него. У него здесь выводится новый. И в конце опять прям каденция при каденция. У него. И вместе. Прям ой, приехали домой. И опять же, подумайте про текст. Вот показывает Юрий Энтин Геннадию Гладкову стихотворение. Птичка в клетке томится, ей полет незнаком. Вот и я словно птица, в замке я под замком. Встанет солнце над лесом, только не для меня. Ведь теперь без принцессы не прожить мне дня. Это идентичные четверостишие по всему, ритмические. Но насколько разные, в принципе, песни он сделал для неё и для Трубадура, и насколько клёво он их подружил. И чисто по аранжировке, да, когда они вместе начинают бада-бада-бада-бада, там они аранжировочно объединяются. Она пела под флейты и клавесин, он пел под бас и барабаны, а когда они начинают вместе бада-бада, их аранжировки объединяются. Там есть и барабаны, и флейта, и клавесин, и бас. И заканчивается это все таким аккордом. Это у нас замечательный аккорд, в котором есть нота ре диез, соль диез, ре и соль. Напишите в комментариях, как вы думаете, этот аккорд называется. Такая вот красотища. Надеюсь, вам так же понравилось и так же было интересно это видео смотреть, как мне понравилось и было интересно, хоть и очень непросто это видео готовить. Блин, это прекрасная музыка, и мне очень хочется, чтобы такой контент существовал. И благодаря вам, вашей информационной, эмоциональной, финансовой поддержке, конечно, эти видео я могу создавать. Спасибо вам в очередной раз, низкий поклон Геннадию Гладкову Юрию Энтину. Спасибо вам за эти великолепные песни. И что там, любите музыку или идите лесом? Увидимся в следующих видео. С вами был преподоподобный Александр. Пока!